По иронии судьбы, Юрий оказался в ненужное время в ненужном месте, да еще и с полным отходов грузовиком. Проезжал мимо, ждал распоряжений. Так водитель объясняет свое появление на несанкционированной свалке. За руку предполагаемого нарушителя у сотрудников полиции поймать не получилось. Но пресечь попытку сброса мусора на водоохранной территории удалось. Юрий с честным видом заявляет, ни о чем плохом и не помышлял. Я собирался отъехать, припарковаться чуть дальше и ждать дальнейших указаний, куда мне везти, на какой полигон этот грунт. Это не мусор, это не стройматериалы, это обычный грунт. Грузовик с отходами зафиксировала камера видеонаблюдения. На место сразу же прибыли сотрудники полиции. Стрелку реки Самара патрулируют постоянно. Откуда взялся грунт и куда направляется, водитель грузовика пояснить не смог. Теперь этим вопросом займется следствие. Будет сейчас возбуждаться дело об административном производстве, где все обстоятельства будут рассматриваться, выясняться откуда этот грунт, этот отход, кто давал команды и куда его везти. Соответственно у водителя на руках должны быть документы, подтверждающие, куда эти отходы должны быть вывезены. В зависимости от класса опасности отходов нарушителю может грозить штраф до 60 тысяч рублей. Кроме стрелки реки Самара в городе еще с полдюжины проблемных участков. На некоторых уже смонтированы камеры, которые работают круглосуточно и фиксируют номер машины и сам факт выгрузки мусора. Вскоре они появятся везде. В ближайшее время сотрудники администрации Самарского района выйдут на субботник и установят аншлаги с информацией о том, что сбрасывать отходы на стрелки реки Самара запрещено. Ведется видеонаблюдение. Алина Чемерис, Максим Гусев, События.